здравствуйте дорогие мои зрители и дорогие мои подписчики гости моего канала я очень рада вас видеть на своем канале очень-очень рада и сегодня мы с вами поговорим немного в продолжении предыдущего ролика о том почему женщины боятся стареть конечно же не все это понятное дело все таки в обществе существует некий огромный спрос на ботокс уколы красоты пластические операции я согласна когда человек является медийным лицом то он должен поддерживать себя форме потому что все таки хочется глядя на него испытывать эстетическое удовольствие независимо от того сколько ему лет но тем не менее как-то ты индустрия сегодня набирает такие обороты уже женщины в 30 лет считают что они должны обязательно что-то уколоть себе в кожу как-то вот изменить свою внешность но есть и 18-летние которые тоже считают что они должны быть уже помоложе потому что в 17 лет они слишком старые я не против уколов красоты сегодня говорю ни в коем случае я просто хочу разобрать этот вот страх женский откуда он берется и почему женщины боятся стареть есть такой порог 35 лет я даже не знаю как сейчас то у нас в 35 лет берут еще на работу но я очень хорошо помню в мои 35 лет я точно знала что я уже для работы не гожусь я старая мне пора на пенсию то что порог был такой женщины в возрасте до 35 лет причем но индивидуальность никогда не смотрели на твои индивидуальные данные может быть 35 лет ты лучше выглядишь чем в 25 допустим да или у тебя больше сил чем 25 лет у просто такой порог 35 лет женщины принимаются в возрасте до 35 лет и сложилось в обществе такое негативное отношение к возрасту то есть 35 ты уже старая тебя пора на пенсию и ты иначе никому не нужен тебя не берут на работу ты никому не нужен ты ничего не можешь вот сиди дома себе вяжем носки я что-то страшно мне даже подумать а что такое 45 50 это древние бабушки с седыми волосами в платочках которые там все то что тебе вяжут в очках таких вот таких толстых линзами вяжут а 60 и 70 но это точно точки ты бабы ёшки которые не моются и не чешутся и живут в лесу в избушке на курьи ножки вот как-то так честно говоря общество 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 и общество это молва то есть молодой это только когда тебе ну грубо говоря до 35 лет до некоторое что-то что-то изменилось с тех пор в этом отношении но я смотрю что спрос на уколы красоты очень помолодел и мне это немножечко беспокоит потому что ведь человека делает старым не морщины ни в коем случае это только внешние признаки давайте мы с вами посмотрим на как раз таки медийных лиц на нескольких некоторых медийных лиц ну вот например екатерина андреева это корреспондент ведущая новостей на первом канале екатерине 54 года она никогда не делала ни уколов красоты не пластических операций она выглядит прекрасно а шерен стон кстати ей 57 лет посмотрите как выглядит это актриса она тоже никогда не ничего не делала со своей кожей то есть я имею ввиду инъекции какие-то уколы красоты моника белуччи она очень мне нравится ей 51 год посмотрите как выглядит она и тоже никаких уколов красоты кейт уинслет мне очень нравится эта актриса да ей чуть за 40 или только 40 лет но она выглядит прекрасно и кстати все эти вышеназванные мной актрисы да и и и екатерина андреева они все говорят о том что даже не думают ни о какой там ни о контурной пластике не об уколах красоты ни в коем случае потому что они принимают все то что происходит с организмом да они принимают этот процесс как ты не убирая морщины с лица при помощи разных уколов красоты процесс старения он неизбежен просто нужно это правильно к этому относиться нужно это принимать когда происходит на самом деле важный этап в жизни женщины а я думаю что вы знаете не слышали о том что наша жизнь она разделена таки семеричные циклы это обусловлено многими факторами сейчас не об этом когда мы рождаемся от нуля до семи лет сначала нас такое восприятие мира горизонтальная да вот и потом еще до семи лет все этих маленьких детишек любят холит и лелеет все хорошо дальше идет 7 до 14 лет такой возраст серьезный школа подростковая там становление личности так далее там подобное вот это идет развитие а вот засада женщину ожидает семеричный цикл в период сорока девяти до пятидесяти шести лет приходит время собирать камни все то что ты до этой поры в жизни сделал там чего-то достиг чего-то добился то есть вот ты начинаешь отвечать подводишь некий промежуточный итог промежуточный но не итог жизни и вот тут люди как раз таки путают конец жизни с некоторым промежуточным итогом а на самом деле вот этот период 49 56 лет это время трансформации и перехода в новое качество именно в этот момент у женщины происходит большинство женщин заканчивается репродуктивный период и вот тут многие ставят галочку все старая а происходит трансформация и изменения этот этап жизненный закончен ну вот как школу человек закончил школу вот этот вот его этап уже не стал старым но вроде бы как должен стать умнее да вот родился в семье ребенок да вот были просто пара муж и жена а стали мама и папа родители стали но не закончилась жизнь хотя старше стали все дети появились все это сразу старше так и сорок девять пятьдесят шесть это время когда происходит трансформация но она более серьезная и более заметная но для женщин я так считаю на с лечением вздохнуть выдохнуть и начинать жить немножечко по-другому и по-новому найдите для себя методики ухода которые вам подойдут на моем канале я очень много об этом говорю как сделать так чтобы подольше оставаться молодой красивый причем всегда говорю и что дело не в морщинах да а в том как вы себя чувствуете насколько вы здоровы и вот принципе я думаю что вы понимаете что когда мы говорим с вами о красоте о молодости там или старости самое главное самое главное это сохранить здоровье или вернуть утраченное здоровье это возможно и на поверку выходит так что все таки самое главное с возрастом это не морщинки а это как раз таки сохранение здоровья вот что самое важное нужно идти наступать на следующую ступеньку будучи уже опытной мудрой знающие вообще в жизни да то есть как раз таки вот он возраст когда можно начинать жить для себя реализовываться не часто к сожалению к этому моменту нет здоровья вот какая петрушка получается значит что нужно беречь нужно беречь здоровье и так и вернусь к тому что начал говорить на моем канале очень много советов о том как сохранить здоровье как вернуть утраченное здоровье вы найдете на моем канале все то что в принципе я прохожу ли что я прошла для того чтобы вернуть утраченное здоровье между прочим хочу вам сказать а с этим утраченным здоровьем я и помолодела и найдите себе хорошего косметолога потому что для того чтобы сохранять свою молодость то есть всегда хочется что всегда хочется выглядеть чуть моложе своих лет физических это самое такое основное я считаю а для этого нужно делать массаж нужно делать желательно у профессионала или занимайтесь самомассажем сейчас я тестирую одну очень известную методику самомассажа да я думаю что многие из вас ее знают и я очень довольна тем как происходит этот процесс я довольна своими результатами поэтому в ближайшее время я планирую вам показать как я это делаю и как вообще это рекомендуется делать грамотный хороший косметолог всегда вам посоветует то что лучше для вашего типа старения именно от этого зависит какие процедуры нужно делать лицом получить консультацию хорошего специалиста конечно же а нужно заботиться о своем здоровье через питание то есть питание это наше все например эти проблемы с суставами они очень многих людей возникают проблем с суставами но это первый знак сразу же меняйте питание убирайте сахар и простые углеводы своего питания напитывайтесь углеводами сложными на моем канале тоже есть много информации об этом конечно же питайте себя витаминами дополнительно особенно вот в весенний период биологически активные добавки конечно же белковые коктейли для красоты и молодости и волос и и кожи заниматься физическими упражнениями если вы не любите физкультуру ходите просто нужно много ходить но учитывайте что например жир начинает сгорать на 30 минуте ходьбы ну и конечно же старайтесь высыпаться это тоже моя проблема я не знаю пока как ее решить я сова и не могу рано лечь спать у меня вечером как раз такая пара активности я еще родилась вечером а утром стать мне ни в какую заботиться о себе конечно же конечно же и вы увидите обязательный результат и тогда вам не страшно будет мнение того насчет того сколько жилет считается во сколько жилет считать женщину старой старыми сторонами становимся тогда когда мы согласились с этим когда женщина чувствуется внутри уверенной подтянутой это очень отражается на ее внешности на ее лице она действительно как будто бы становится моложе момент а обязательно найдите для себя дело которое вам нравится обязательно не уходите ни на какую пенсию если вы сейчас работаете да но я не имею ввиду что вы там оставайтесь на работе даже если вы уже мечтаете быстрее с этой работой вообще слинять уже я имею ввиду в своей голове не уходите на пенсию работаете и занимать любимым делом всегда потому что не что иное как любимое дело включает творческий процесс люди творческие заметьте они очень долго не стареет они как будто бы в жизни доступно это средство макро полосок что нужно сохранить здоровье и ясный ум потому что и в 50 лет и в 60 и в 70 и 80 вы нужны детям вы нужны нужны внукам вы нужны вашим родным и близким даже есть абсолютно незнакомые люди которым вы нужны и берут пример или так как вы живете или того что вы умеете делать обязательно то есть мы всегда уже этой жизни кому-то нужны так не бывает может просто не знать случае милые дамы не надо бояться стареть потому что еще раз повторюсь на миллион 25 раз старость она здесь она в голове и старость это не это не морщины и не обвислые щеки это возрастные изменения заставляйте себя делать то что стимулирует вас выглядеть лучше допустим красить ногти мыть волосы делать прически укладки красить реснички бровьки и губы выглядеть иначе да то есть как-то одеваться по-другому то есть заставляйте себя найдите себе такое вот дело до который заставит вас держать себя в форме вот для меня такое дело стало как раз таки видение канала на ютюбе я уже говорила наверное когда-то но я долго думала прежде чем выйти в эфир ведь мне было не 20 не 25 лет вот а только появившись на ютюбе я сразу же получила удар в поддых практически тут же что я старуха и ничего мне тут делать на ютюбе и ютюба слава богу нет возрастающихся категорий очень многие косметические брендовые компании в последнее время в качестве моделей а приглашают на съемки для рекламы своей продукции женщин в возрасте возрастной категории 50 60 и даже 70 лет на вопрос корреспондентов почему они пришли к такой возрастной категории не ответили нам интересна же мудрость когда ты рекламируешь крем омолаживающий хочется чтобы в рекламе принимал участие женщина которые принципе крем и создан для нее но и чтобы из глаз модели исходила именно мудрость такая мудрая красота интересная красота согласимся с тем что человек постепенно все таки он у него внешность меняется да но не этим красен человек он красен тем что на себя представляет есть просто возрастные изменения просто жизнь она и протекает иначе в каждом периоде вот этот семеричного цикла она протекает иначе очень рада что вы дослушали меня до конца напишите пожалуйста как вы на сегодняшний день относитесь к своему возрасту и если то что вас особо беспокоит в вашем возрасте возможно вместе мы с вами решим этот вопрос но жите меня пальчиками вверх это очень мотивирует меня на создание новых видео ну и конечно же подписывайтесь на мой канал если вы еще не мой подписчик спасибо вам большое я желаю вам здоровья я желаю вам процветания желаю вам душевного равновесия и всего самого-самого хорошего на ближайшую неделю спасибо вам пока пока